Муку и какао я предварительно просеяла и теперь я их смешаю. В растопленное сливочное масло, оно у нас ни в коем случае не должно быть горячим, а уже остывшим до комнатной температуры, всыпаем соль, сахар и вбиваем одно яйцо. Все это хорошенько перемешиваем. Орехи нам необходимо измельчить, можно это сделать при помощи стопки, потолочь орехи, я воспользуюсь кухонным процессом. Орехи я измельчаю не очень мелко, не в муку, измельчаю их, чтобы были вот такие вот небольшие кусочки. И теперь в масляную смесь я буду вводить постепенно в муку. В итоге у нас с вами получается вот такое вот достаточно густое тесто. Оно не тугое, оно мягкое, но из него уже можно формировать печенье. Долго вымешивать тесто не нужно, я просто перемешала все продукты ложкой. В тесто мы отправляем дробленые орешки и все хорошенько вымешиваем. Теперь противень я слегка смажу растительным маслом и застырю пергаментной бумагой. Это я делаю для того, чтобы бумага у нас не ездила по противню. Теперь мы будем формировать печенье. Тесто я зачерпываю столовой ложкой. И формирую из теста шарик. Можете делать печенье любого размера, самое главное, чтобы они у вас не были слишком толстыми, чтобы успели пропечься. Далее шарик выкладываем на противень. Слегка приплюснем ложкой. Ничего страшного, если у вас где-то печенье трескается, это нормально. И я еще делаю вилочкой вот такой вот узор. Температура в духовке у нас должна быть 250 градусов. И теперь мы отправляем туда печенье выпекаться. Выпекается оно достаточно быстро, буквально 7-10 минут. Печенье пусть остывает, а мы пока приготовим глазурь. Для глазури шоколад можно растопить на водяной бане, а можно сделать проще. Можно растопить его в микроволновке. Я отправляю шоколад в микроволновку на несколько секунд. Затем хорошенько перемешаю и отправлю еще на несколько секунд. И так до полного растворения шоколада. Шоколад я растопила, вот такой вот он у меня стал глянцевый. Теперь мы обмакиваем сюда печенье. Не полностью, обмакиваем его вот где-то наполовину. Можно смазать при помощи ложки. И я буду выкладывать печенье на силиконовый коврик. Можно выкладывать его на пищевую пленку. Затем мы отправим печенье в холод на 15 минут. Я вынесу печенье на балкон. Глазурь у нас застыла, теперь печенье мы перекладываем на тарелочку. Посмотрите, все прекрасно отстает. И вот так вот получается. Вот такое шоколадное лакомство мы с вами сегодня приготовили. Из всего количества теста у меня получилось 26 достаточно больших печеньюшек. Побалуйте такой домашней выпечкой своих близких, будут рады и взрослые дети. Ну а я с вами на сегодня прощаюсь, но мы уже очень скоро увидимся в следующем видео. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. Хорошего вам настроения и приятного чайпития!